всем огромный привет мои дорогие меня зовут алена и вы на моем канале про моды стиль шоппинг и красоту сегодня снимаю для вас второе видео об осенних фаворитах обычно таких видео всегда выходит два за сезон первое настраивает нас на правильный лад и дает ноту вдохновения второе это уже любимчики которые появились в течение сезона новые места новые продукты которыми мне хочется с вами поделиться особенно осенью потому что такое время достаточно тяжелое и хочется чтобы у всех оно прошло максимально красиво на вдохновение и чтобы вас окружали всегда только самые прекрасные моменты самые прекрасные продукты которые помогают вам скоротать такой сложный серый холодный период хотя осень честно скажу я очень люблю поэтому присаживайтесь поудобнее лучше себе сделать чай кофе и давайте скорее начнем я предлагаю начать с любимых мест сейчас рутина немного изменилась если когда у нас было очень тепло у нас потрясающий сентябрь был практически лето я очень много гуляла то сейчас рутина сводится к тому что ты гуляешь гуляешь потом срочно нужно куда-нибудь присесть потому что или холодно или мокро и петербург любит нас радовать дождями к огромному сожалению но меня всегда спасают любимые уютные места и обычно я выбираю или какие-то видовые заведения летом это террасы открытые осенью это видовые какие-то рестораны плюс рестораны с большими окнами я невероятно обожаю такой формат я всегда стараюсь брать столик у окошка и один из моих любимых ресторанов осенью это достаточно старое заведение ресторан греко который находится на большом проспекте вообще петроградку я очень люблю за изобилие вкусных красивых мест но именно греко меня почему-то всегда вдохновляет своим интерьером и той атмосферы которая там создана это не самое какое-то топовое заведение но тем не менее этот ресторан я очень люблю и могу точно вам его советовать там огромные окна и очень хорошие перспективы открывается мне всегда приятно находиться там особенно в компании друзей и в том числе кроме греко я могу наверное сказать про марса пола это абсолютно и знаете такое стеклянное помещение в котором ты находишься в окружении зелени листвы вот сейчас уже совершенно новые краски и там всегда так уютно и так тепло я особенно осенью это заведение безумно обожаю и особенно часто я выбираю сейчас на завтраки несмотря на то что погода уже не самая радужная я создала для себя такой ритуал осенью как пасмурные завтраки и вот так называю и вот я выбираюсь греко марса пола в тель-авив байсавив которые находятся в новой голландии и пожалуй это топ моих любимчиков среди ресторанов для завтрака я недавно побывала в ресторане ага он такой по хорошему помпезный но при этом тоже очень вкусный там тоже открывается красивый вид можно выйти на террасу и поэтому если вы живете в петербурге или планируете сюда приехать и совершить такое маленькое путешествие я точно могу вам рекомендовать этот ресторан к посещению осенью я являюсь особенным фанатом атмосферных парфюмерных магазинов например магазин парфюмер на большом проспекте это никакая не реклама хотя я была бы только рада если честно когда я туда прихожу там во первых огромное изобилие ароматов ты чувствуешь себя там так уютно я мало вам рассказываю вообще о тех небольших магазинах которые меня вдохновляют мало снимаю там почему-то наверное нужно исправиться но именно парфюмер молекула космотека что-то что дает нам возможность соприкоснуться с теплыми осенними ароматами что-то потестировать вот я фанат такого шоппинга именно в осенний сезон напишите если у вас также если вы вот можете зайти туда и выйти наверно только часа через полтора потому что я еще люблю высказать какой-то диалог с консультантами мне всегда интересно услышать их мнение всегда много общаемся об ароматах и именно осенью вот это моя такая рутина меня особенно вдохновляет и возвращает на правильный лад потому что иногда настроение совершенно никуда не годится ты впадаешь какую-то апатию и как будто вот этот вот аромат час себя возвращает к жизни поговорим немного про любимые осенние фильмы я уже делала пост об этом у себя в telegram кто не подписан кстати обязательно подписывайтесь но я обязана наверное здесь тоже поговорить самое любимое осенью я обожаю пересматривать секс большом городе и именно тот сезон где у кэри начинается роман с русским я вообще считала всегда что это был ее самый удачный если так можно сказать мужчина то есть это ее прям вот самый классный выбор на мой взгляд просто у нее в силу определенных черт характера не получилось выстроить с ним грамотные отношения он достаточно творческий человек все-таки был абсолютно погруженный себя и в искусство но сама атмосфера осеннего нью-йорка осеннего парижа в этом сериале меня бесконечно вдохновляет и конечно образы кэри меня безумно вдохновляют именно в этой части я обожаю пересматривать американские комедии старые такие добрые из-за которых мы порой не отрывались от каналы стс в нулевых если вы помните о чем я говорю это ловушка для родителей двое я и моя тень мгновение нью-йорка из 13 в 30 я могу бесконечно перечислять потому что таких фильмов было очень много и мне кажется мы все их безумно любили это такая история про маленькое возвращение в детство и мне сейчас хочется сидеть в пледе укутавшись и смотреть вот эти фильмы которые так так классно создают на самом деле легкое настроение еще я являюсь огромным фанатом фильма века долин и осенью я каждый раз начинаю пересматривать его опять же роскошная картинка роскошные образы очень стильный очень красивый фильм я люблю сложные фильмы долгие например мемуары гейши я увидела этот фильм еще в детстве он меня очень сильно впечатлил и сейчас периодически вот осенью пасмурно я к этому фильму возвращаюсь потому что во первых сама история меня вдохновляет во вторых картинка очень стильный роскошный фильм и пожалуй назову что-то мистическое интервью с вампиром я не знаю видели ли вы его это даже на старый фильм но он такой красивый это опять же роскошная картинка очень стильная прекрасный сюжет глубокий и я максимально советую вам посмотреть его сейчас вышел новый сезон сериала жить жизнь я кстати по пятницам вот у меня это любимый ритуал и я люблю кстати этот сериал тут ничего не могу сказать но старые добрые комедии старые добрые фильмы какие-то пускай даже иногда под затянутые тоже тоже хочется сейчас отсматривать меня это по-настоящему вдохновляет ничего не сказала про свои любимые французские фильмы а между тем я обожаю фильмы буди алина и очень люблю фильмы франсуа зона который снимал о женщинах об особенных женщинах если так можно выразиться история в его фильмах всегда невероятная и конец всегда какой-то супер непредсказуемый тоже могу посоветовать особенно фильм мое преступление наверное стоит немного поговорить о музыке никогда с вами кстати эту тему я не поднимала открою сейчас свой плейлист у меня есть отдельный плейлист он называется фрайдей потому что я по пятницам устраивают у себя музыкальные вечера мне хочется послушать любимые мелодии и если честно вы здесь не найдете ничего современного здесь просто сплошной пыльный винтаж вот чтобы вы понимали здесь присутствует элвис пресли музыка кстати из тех самых американских старых комедий очень много франции мир и мать и шарль лазнавур который мне кажется перманентно играет у меня дома и это уже такая легкая салонная музыка для меня которую я фоном даже не замечаю на просто создает настроение стинг зимфира вот в общем ничего ничего современного ничего нового здесь или какие-то старые известные мелодии в том числе кстати адриана челентана в общем вы поняли я огромный фанат винтажной музыки если честно без музыки я вообще свою жизнь не осенью не в любой другой сезон не представляю мне есть отдельный плейлист для каждого настроения и есть отдельный плейлист для ноября декабря там уже все про новый год и там тоже старые добрые американские мелодии и наверное стоит поговорить про любимые завтраки вы все знаете что я огромный фанат шакшуки и шакшука это один из моих любимых завтраков в принципе в любой сезон но осенью вот эти вот пряные сочетания лука томата и специй особенно мне нравится плюс я сейчас огромный фанат таких знаете полезных бутербродов я стала чаще есть хлеб каюсь но я покупаю специальный из самоката который я по своему составу гораздо полезнее чем другие он белково-полбино и соответственно там больше белка чем углеводов и я думаю что это как-то лучше скажется на моей фигуре чем если бы я начала есть какой-то другой но тем не менее мой любимый бутерброд с спелым авокадо с рыбой и иногда я добавляю туда яйцо пашот обожаю добавлять свежую микрозелень или иногда просто делаю такие бутерброды понимая что я сегодня не в ресурсе готовить яйцо пашот это не всегда у нас получается если что я делаю просто глазунью но опять же мое утро никогда без яиц не начинается это или вареные яйца или пашот или какая-нибудь глазунью омлет и так далее но любимые завтраки осенью я особенно выделяю потому что что в ресторанчиков что дома для меня это вот такой особый процесс когда я настраиваюсь на день осенью настраиваться на день гораздо сложнее чем летом и конечно у меня есть любимый чай чай без чая смесь острого имбиря лимона и ложку меда которую я добавляю обычно уже непосредственно в чай не в чайник а в чашку почему-то у меня отложилось это в памяти что в кипяток добавлять мед не совсем полезная история это вредно поэтому я добавляю уже в чуть остывший чай когда он находится в чашке иногда добавляю туда мяту в том числе и это сейчас и про иммунитет и про бодрость и еще и невероятно вкусно и мы переходим к сфере бьюти-рутины обязательно еще скажу про аксессуары и про одежду а пока осень у нас это для кого-то подготовка тела к новому году для меня это расплата за все то что я не делала летом и я снова возвращаюсь к своей антицеллюлитные рутине если можно так сказать и я в этот раз выбрала для себя следство от гуам и за несколько недель я уже проверила их эффективность отлично работают прекрасно убирают рельеф делают кожу более упругой я сейчас принимаю горячий душ просто вот невероятно горячий после него я делаю сухое растирание я обычно хорошенько моюсь гелем для душа и поэтому растирание я делаю потом у меня нет проблем шелушения кожи но я люблю именно растирать распаренную кожу вот у меня почему-то это так работает и далее наношу непосредственно антицеллюлитный крем который направлен на воздействие на этот нехороший рельеф который мы иногда называем целлюлитом но это еще не целлюлит целлюлит кремами к сожалению не лечится а вот такой рельеф который вот-вот и вот-вот и целлюлит вот он да он способен каким-то образом все-таки пропадать от воздействия правильных средств и еще одно мое любимое средство это подтягивающий крем который работает с кожей живота внутренней поверхностью бедра и направлен на уплотнение и укрепление как раз таки кожи обожаю для меня требования к этим средствам какие чтобы они были быстрые в использовании чтобы они были комфортные не вызывали неприятных ощущений и чтобы я их чувствовала я не могу использовать антицеллюлитные средства если я не чувствую их воздействия никакого мне важно чтобы они хотя бы ну как-то согревали припекали при этом не жгли потому что бывают разные средства вот это именно так согревает хорошенько я на ночь наношу мне кажется мне даже засыпать приятнее и легче для поддержания здорового цвета кожи учитывая что к соляриям я не прибегаю я все еще использую бронзант от наник это автозагар который идеально легкий не рыжий подойдет даже белоснежком он просто придает здоровый красивый цвет кожи то есть он не про австралийский загар он очень деликатный и кожа выглядит после него наверное стоит подобрать слово благородно потому что иногда после автозагара ты выглядишь как рыженькая курочка а вот это средство именно дает правильный красивый такой оливково-золотистый оттенок загара особенно классно ложится после сухого растирания я обычно увлажняю кожу и затем уже наношу этот автозагар на утро просыпаюсь у меня прекрасная кожа хотя на самом деле даже нескольких часов с ним достаточно и можно сразу же одеваться любимое средство по уходу за волосами бренд альфа парф милано профессиональный бренд который я открыла для себя совсем совсем недавно но мне очень нравится как эти средства на мне работают они очень во первых вкусно пахнут какой-то туберозой просто роскошные плюс они классно увлажняют волосы а учитывая что я их не крашу мне нужно больше ухода потому что обычно красители какие-то моменты все равно перекрывает волосы выглядят более ухоженными а сейчас приходится все-таки уже подключать более тяжелую артиллерию например вот этот кондиционер с кератином но тем не менее я увидела как средство классно работает у меня осталось буквально остатки шампуня и остатки кондиционера и я точно знаю что я повторю еще и плюс для меня сейчас огромное значение имеет аромат как я уже сказала потому что осенью нам хочется все больше ароматов на себе ощущать мы пользуемся более весомыми какими-то парфюмами и предпочитаем использовать по крайней мере я что-то такое более сладенькое и еще одни любимчики эта серия ой от бренда davines почему нельзя сделать тюбик просто я не понимаю эти банки меня просто бесит но классные работающие продукты которые дают хороший объем хорошо увлажняют и подходят для ежедневного использования а я свое утро без процесса мытья головы все-таки не начинаю и этот аромат очень похож на байреда бланш он у меня кстати есть если здесь мы больше ощущаем какую-то туберозу которая похожа на мой армани приве руш малахит или на мой амуаж love to the rose то вот здесь вот именно байреда настолько легкий хлопковый такой аромат чистоты мне очень нравится и он остается на волосах подключаю осенью тяжелую артиллерию скажу про свою пилинг маску хотя говорила уже не раз просто потому что я открыла новый способ ее использовать во-первых вы знаете что я сделала смаз я сделала процедуру фото омоложения и в этом салоне был представлен как раз таки нанник и когда я разговаривала со своим косметологом она мне рассказала секрет что вот эту мою любимую пилинг маску которую я вам показывал уже не раз можно наносить на ночь буквально капельку и ты просыпаешься с идеальной кожей раньше я ее наносила как если я знаю что у меня важное мероприятие я просто ее оставляла на 10 минут потом смывала как обычный уход дальше наносила свой привычный уход там сыворотка тонику и так далее и далее макияж а тут я попробовала действительно капельку буквально нанести на ночь как ночную маску как круто она работает оказывается ты просыпаешься у тебя вообще пор отсутствует просто идеальная ровная красивенная кожа так что оказывается этот способ тоже работает не думаю что стоит с ним чистить но тем не менее иногда для какого-то важного события подготовить свою кожу так мне кажется очень здорово и да нанник я люблю вы это знаете плюс фитоактивный скраб тоже сейчас подключила я не фанат скрабов просто этот очень деликатный он классно отшелушивает а я сейчас не делаю именно грубые кислотные пилинги и предпочитаю что-то вот такое легонькое чтобы просто снять лишний слой кожи ороговевший и чтобы выровнять цвет лица прекрасно справляется с этой задачей опять же кожа ровная очень красивая очень мягкая свежая и при этом он кожу не истончает что иногда делают скрабы у меня вообще тема скрабов какое-то время ассоциировалась с тем самым скрабом от чистая линия помните с абрикосовыми косточками так вот нет вот это абсолютно деликатная очень классная история я всегда была фанатом чайного дерева а теперь еще фанат мэриан мэй мой любимый тоник сейчас вот за несколько недель я просто его выпила он прекрасно работает с воспалениями причем как на опережение когда вы понимаете что вот-вот так и с уже случившимися воспалениями которые вот вот уже назрели вот уже нужно что-то делать подсушивает выравнивает цвет лица имеет антибактериальное действие и для меня это вот такая палочка выручалочка особенно когда ты немножко выбилась из режима неправильно питалась мало спала это все сказывается на нашей коже в том числе определенные дни цикла тоже сказываются на нашей коже к сожалению нужно что-то делать я нашла для себя такой отличный тоник и кстати у меня еще и сыворотка из этой же серии собственно говоря сыворотка с чайным деревом и моя вторая любимая от мэриан мэй с неоцинамидом это борется с воспалениями это борется с рельефом который остается после воспалений и ту и ту безумно люблю они очень легкие прекрасно подходят для утреннего использования и из всех относительно бюджетных средств вот эти мне подходит больше всего я рада что их попробовала никаких реклам здесь все самое любимое вообще вот эти видео о фаворитах это просто про самое любимое здесь реклам нет поэтому это просто вот проверенное временем тем более что вот это я покупала несколько раз и затем уже начала пробовать вот эту серию говоря про сокращение пор моя любимая сыворотка второй раз я ее уже взяла тоже нанник направленная на выравнивание кожи на выработку природного коллагена очень классно уплотняет кожу действительно уплотняет даже видишь что сосудики как будто бы уменьшаются от ее использования и я делаю по утрам еще и массаж лимфодренажные легкие в районе декольте на шее и вот с подобными сыворотками его выполнять просто прекрасно я сюда наношу что-то увлажняющее такое легкое типа крема на лицо вот эту сыворотку и по ней уже делаю именно самомассаж лица идеально просто справляется своей задачей и на увлажнение и на вот этот момент укрепления кожи подтягивания плюс когда делаешь массаж это еще больше лифтинг эффект дает так что вот все сыворотки для меня это еще такой такая основа для моего самомассажа очень ее люблю просто отличнейшая и сыворотка которой я опять же второй раз уже вернулась это instant flight protection когда-то она меня спасла это со средств вообще она направлена на борьбу с теми бактериями которые попадают к нам в самолете когда у нас этот вот стресс перелета и она поэтому и нацелена на пост полетный момент но я ее использую когда мне точно нужно быть уверенной что я к мероприятию буду без единого воспаления то есть это такой продукт вот когда ничего не помогает она поможет и она меня когда-то подготовила к балу за три часа за три часа она сняла мои воспаления у меня тогда был особенный период и вот у меня бал и меня все посыпало я думала что все уже ничего не поможет я наношу эту сыворотку у меня идеально ровная кожа даже если какие-то точки остались это уже не бугры это уже не воспаление это уже что-то такое пост остатки какие-то роскошная и она маленькая но у нее расход маленький я растянула такой тюбик в прошлый раз на полгода летом сделала перерыв и вновь не вернулась я вот не про патчи вы это знаете я к ним скептически отношусь но тем не менее нашла сейчас свои любимые от эльсеник они прекрасно разглаживают снимают отек очень быстро и из всех что я пробовала за последнее время ну прям они самые работающие я много пробовала даже что-то не рассказывала думаю ерунда какая-то а вот эти так не идеально подошли при том что они достаточно бюджетные до этого от эльсеник я пробовала с чайным не чайным деревом с зеленым чаем вот у них были еще какие-то по моему желтенькие были в общем они были какое-то время популярны эти не тестировала вот сейчас несколько дней за теста и я поняла что я хочу еще одну банку чтобы они у меня были прям классные справляются отлично со своей задачей но в любом случае я использую еще дополнительно свой любимый увлажняющий крем от эрбориан я не стала его сейчас с собой тащить просто потому что я миллион раз уже вам его показывала я покупаю просто банку за банкой я придала кларанс придала шесейды и перешла на эрбориан ничего не могу себе поделать ни о чем не жалею действительно великолепный классный крем и вот в совокупности с тем что это средство дает по утрам эффект свежести снимает отек а крем с женщинем от эрбориан увлажняет и питает это мой идеальный уход по утрам за зоной вокруг глаз а за именно этой областью я считаю нужно ухаживать как не за одной другой это действительно требует своего внимания конечно же времени переходим к ароматам и аромат который вам сейчас покажу вы удивитесь правда потому что ну это же всегда была весна но тут я нанесла этот аромат на свое платье из ангоры и поняла как красиво это раскрывается именно на этом материале насколько сразу же он автоматически превращается в осенний это невероятный эффект правда и я сейчас ощущая его на себе он сейчас на мне нанесен вот он совсем другой в во флаконе он совсем другой на коже но на ангоре он настолько какой-то обволакивающий тебе так тепло в нем это просто чистая осень сейчас для меня я влюбилась в этот аромат по-новому и зелинский лаванда ваниль амбра тоже один из моих любимых когда только наносишь сразу ощущение что это какой-то мужской аромат потому что лаванда дает такую грубоватую нотку но вы знаете когда он раскрывается и включается вот эта теплая ваниль тогда ты ощущаешь что это действительно про женственность про теплый октябрьский день и я сейчас в полном восторге от этого аромата я все еще где-то между и нить и нить между наркотик что-то там и психотелеклав но но пока не могу правда не могу выбрать у меня дилемма между ними наслаждаюсь пока зелинский и вот буквально со дня на день меня просто понимаете я покупала вот эти вот сколько тут 10 миллилитров мне даже половина не израсходована при том что я пользовалась весь сентябрь практически то есть очень много пользовалась и так они расходуются мало не такие стойкие еще что я даже удивлена но пора бы уже купить полноразмерную пройдемся по любимой декоративной косметике самый обожаемый сейчас тон это такая легкая тонирующая водичка от бренда estee lauder double wear she long wear makeup и ля-ля-ля-ля-ля оттенок 2n1 я сейчас наверное уже каждый день просто им пользуюсь иногда я просто не пользуюсь тоном потому что после процедур у меня прекрасная кожа плюс качественный уход конечно дают свое и я горжусь на самом деле этим моментом потому что год назад я не представляла как я могу выйти без тона сейчас конечно без тона выходить тоже опасно имейте это ввиду потому что это защита нашей кожи но тем не менее вот это вот легкая тонирующая водичка напоминающая мне mac face and body не dior backstage face and body который плотнее а именно mac face and body просто обалденная наношу то ручками то кистью вообще не заморачиваюсь потому что спонж сразу выпьет весь тон это будет колоссальный расход у вас за неделю он просто закончится поэтому или пальчиками или кистью вот это оптимально любимый консилер instant concealer от бренда clorance когда-то спасал меня после того как я гошу родила когда у меня были вот эти вот синячки молодой мамы под глазами и сейчас спасает идеально наносится просто пальчиками никаких заморочек держится весь день никуда не западают складочки прекрасно все перекрывает 15 15 миллилитров вот тут это это очень много для консилера потому что я не знаю таких больших консилеров за исключением наверное тарт тарт по моему большой или туфейс туфейс большой консилер у них и вот этот вот 15 миллилитров у меня оттенок 01 просто прекрасно подстраивается под кожу на целый день у тебя такой свежий вид вот сейчас он как раз таки на мне сейчас вот этот вот тон от estee lauder и соответственно вот этот вот консилер моя любимая парочка еще говоря про лицо мой любимый сейчас контуринг от бренда пименова в оттенке 01 волкнау какой же он классный я вспомнила свое прошлое визажисты когда у меня все кисти были от пименова это было много 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 лет назад и вот я перешла на использование ее контурирующего продукта и знаете он классный я пользовалась даже следствами из тяжелого люкса у меня когда-то был и боже мой у меня чего только не было из контуринга и кевина куан и как же фанти бьюти вот эти вот стики из более бюджетных кико я использовала и романовый мейкап мой самый любимый и шик тоже который я люблю все еще но как будто бы вот этот вот продукт от пименовой переплюнуть просто все и плюс мне очень удобно что он с таким вот аппликатором единственное если вы все-таки имеете склонность к проблемной коже я советую не наносить сразу же на лицо я советую сначала на ручку а потом с ручки кисточкой набираете уже растушевываете рисуя ваши потрясающие скулы никакие булки вам не страшны ешьте на здоровье все все исправит контуринг а средства от целлюлита я вам уже тоже подсказала вернулась к любимому тинту для глаз от бьюти дракс в оттенке 05 cream прекрасно справляется своей задачей как-то вот мне хочется сейчас более стойкой какой-то текстуры и я пользовалась своими боже мой бюджетные как же бренд назывался люкс визаж по моему люкс визаж и пришла на бьюти дракс это прям такая кремовая история в оттенке вашей кожи то есть это просто то что добавит стойкости вашим теням я сейчас минимально пользуюсь тенями поэтому это еще и выравнивает цвет моего века для того чтобы я просто потом добавила как сейчас например бронзера на глаза и вообще ни о чем не заморачивалась потому что мне сегодня не сильно хотелось много краситься я буквально сделала маленькую такую стрелочку карандашиком бронзер вот этот вот тинт как основа и все два любимых средства для бровей во-первых маркер от бренда vivienne sabo в третьем оттенке который дорисовывает недостающие волоски в остальном не хватает салонного окрашивания и каждое видео по моему вам говорю анастасия beverly hills brow freeze самое лучшее средство для фиксации бровей на все времена никогда от него не откажусь люблю обожаю безумно я очень счастлива что у нас появилась анастасия когда-то в золотом яблоке относительно недавно и теперь я могу не заказывать это все в ожидании из штатов через ереван как я делала это раньше хотя я сейчас дело кстати огромный заказ тоже через наташечку и ко мне скоро приедут мои новинки будем с вами делать американскую распаковку но пока что да могу похвастаться только тем что вопреки санкциям у нас все-таки появился анастасия beverly hills и это реально самое прям стойкое средство которое просто держит ваши брови я сегодня красилась было 7 часов утра сейчас я не знаю сколько на часах 14 51 все равно все идеально держится хотя я уже и успела погулять туда-сюда сходить и у нас уже и ветер и и вроде как бы моросит такая не самая классная погода для губы меня сейчас в основном нюды я наигралась с красными помадами в начале сентября и сейчас хочу чего-то очень спокойного мой любимый карандаш charlotte elbury pillow talk и его аналог ник моле 501 оттенок вот правда они практически один в один на губах вообще разница незаметно при том что ник моле шикарное качество карандаша я все равно заказала еще один charlotte tilbury потому что я без него жить не могу и помаду еще одну тоже заказала но тем не менее реально взаимозаменяемые продукты и насколько я полюбила стеллари в оттенке 10 прекрасный карандаш который действительно очень дорого очень красиво смотрится держится хорошо идеально сочетается с моими любимыми продуктами для губ и стоит 280 рублей прям вот стеллари огромные молодцы я хотела еще какой-то оттенок у них попробовать но мне пока десятки достаточно я сейчас не коррекционирую косметику я сейчас вот нужно купила мне какое-то более спокойное отношение к этому стало мои самые любимые масла и одно просто любимее другого 9 и 4 оттенок от бренда clorans если бы их не было я бы их придумала создала и пользовалась бы ими до конца жизни потому что они настолько классно увлажняют питают губы настолько красиво дорого смотрятся и вот этот 9 оттенок это просто какое-то открытие это что-то между шоколадом и красным цветом почему-то у меня он ассоциируется с фильмом эмили в париже не знаю почему как будто вот оттенок откуда-то оттуда почему-то у меня такая ассоциация возникает это больше такая нежненькая розовенькая барби история которая очень красиво тоже смотрится очень освежает лицо особенно сочетание с какими-нибудь розовыми румянами есть румяна моя любимая dolce gabbana вот в тандеме они очень классно работают это средство я ношу с черным бадлоном черный бадлон вот это вот средство на губы какие-нибудь очки и чтобы я просто никого не слышала не видела у меня такое настроение иногда случается искрящийся вариант purple rain 02 оттенок опять же clorans это такая история с шиммером мама называет его клеверная дымка говоря что это похоже на я помаду из 90-х а мне нравится а я ничего не могу с собой поделать это очень классно и вот правда я никогда не думала что я буду покупать себе такие помады и масла блески с шиммером и что мне настолько это будет прям подходить но вау вау просто вау бесконечно люблю теперь это средство colorance вообще один из моих любимых брендов надо сказать в плане декоративной косметики ну шарлотту не показать вам было просто невозможно это было бы предательством классический пилотоп которую я уже вот эта третья я ее вот так вот доела я заказала себе четвертую потому что это моя любимейшая помада я не знаю это самый великолепный нюд моя н очень долгое время говорила да она рожит да она рожит а нет она не рожит она и себе купила сначала миниатюрку а потом полноразмерную и говорит ты знаешь да она не рожит она такая классная действительно классная не представляю как можно было создать такое совершенство и моя любимая помада от бренда кико у нее кстати очень классный футляр вот так вот она и это уже вторая я забывала вам показать я первую до расходовала я была у визажистом она сделала мне макияж это было летом после этого я купила помаду кико и просто ее носила все время в сумке периодически пользовалась так я ее и дорасходовала потому ее не было в наличии я очень быстро прямо и она еще и подтаяла немножечко летом и тут думаю закажу-ка я еще одно и заодно покажу вам оттенок ти роуз 131 нюд который все равно не уходит в нечто такое клейверное все равно это нюд такой более современный нет ощущения что это такое вот совсем уж прям холодный оттенок я как-то отошла уже от этих оттенков стала немножечко от них этот чуть теплее но это просто вау я так рада что я открыла для себя эту помаду и вот ко мне сегодня как раз приехал курьер с моей обновкой я даже не знаю почему я вам не показывала как-то все время достала нанесла и убрала а тут я сегодня такая ой а я же кажется ни разу ее не 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 светила у себя на канале правда мне очень не нравится цену кико сейчас они стоят как хороший люксик лет пять назад и мы переходим к теме одежды и наверное уже пора наконец сказать в чем же я сижу я сейчас стала огромным фанатом ангоры вообще я люблю трикотаж осенью но именно ангоры сейчас один из самых трендовых материалов фактур и на мне сейчас платье от бренда айдол тут такой вот узелок у него она настолько мягкая настолько приятная когда заходила в магазин я честно говоря не планировала ничего покупать но а тут я увидела это платье я просто в него влюбилась я ношу обычно вот так вот поверх браслет и что-то добавляю на шею в этот раз я не стала добавлять просто потому что здесь микрофон и если это будет стучаться я потом с ума сойду все это переснимать но это платье это просто какое-то волшебство на мне размер с оно чуть мне великовато но мне это не смущает я люблю вообще что-то такое побольше на себя надеть и мне кажется она оправдывает каждую свою копеечку я сейчас вообще подсела на эстетику бренда айдол это для меня такой вариант а-ля массимо дути особенно мне нравится носить его с моими любимыми казаками от бренда иконика это тоже сейчас мой огромный фаворит и когда покупала их я не думала что они станут моей базой абсолютно но нет так произошло и вы знаете я обожаю обожаю эти казаки они бесподобно смотрятся и с этим платьем с моим любимым тоутом это просто мой самый классный образ на каждый день еще шоколадное пальто можно сверху надеть и все просто идеально и сейчас так комфортно кстати себя в нем чувствую снимая это видео так уютно так по-домашнему и еще одна моя любимая новинка это уже костюм из ангоры от бренда лайм такой вот топ с высоким горлом и юбка в длине максим единственное нам немного великовата вот в объеме она должна сидеть вообще на бедрах она с низкой посадкой и вот этот момент мне очень сильно раздражает потому что я не готова продувать свою поясницу если честно я стараюсь как-то это подтянуть но меня слабо это получается потому что достаточно узкая талия но она очень красивая очень мягонькая и весь этот комплект смотрится конечно потрясающе дорого сверху опять же можно надеть какое-нибудь шоколадное пальто и это будет бесподобно смотреться просто не комплект а само украшение при том что достаточно бюджетный по моему все вместе мне встала в 9000 вообще отлично учитывая что юбку можно носить отдельно с какими-нибудь свитерами джемперами и топ можно отдельно носить с джинсами с брюками и вообще честно говоря с чем угодно он будет прекрасно сочетаться он такой достаточно коротенький кстати это не удлиненный вариант топа он такой его ну слабо можно заправить если например на вас джинсы со средней или низкой посадкой не берите этот топ слишком маленьком размере например у меня подруга достаточно стройная но у нее такой хороший объем груди и пришлось брать размер l она брала такой костюм в сером цвете я обожаю я еще сверху надеваю свою жемчужную нить вот так вот поверх этого топа вау и раз уж мы подняли разговор про айдол покажу вам свой любимый джемпер который я брала с собой в москву и чаще всего на самом деле его там и носила обожаю этот джемпер и из всех моих джемперов моей коллекции пожалуй этот самый любимый я люблю сейчас вязку косами она такая уютная такая очень немножечко в таком одомашненном как у каком-то стиле в такой домашней на эстетике с простыми джемсами с брюками прекрасно этот джемпер сочетается и несмотря на то что он очень легкий и такой достаточно тоненький он очень хорошо согревает здесь 90 процентов шерсти и 10 процентов кашемира за что я эту вещь очень сильно люблю и знаете вопреки трендом тут поговаривают что тренд на перья уже скоро канет в лету я достала свой любимый кардиган от в истории с которым уже года два в цвете хурмы и я с таким огромным удовольствием сейчас его ношу и так мне нравятся эти перья несмотря на то что это элемент съемный я просто обожаю этот кардиган он какой-то невероятный он так создает мне настроение и вот этот цвет хурмы идеально сейчас сочетается с ныне новомонтными шоколадными оттенками со всей вот этой теплой шоколадной эстетикой прекрасно вписывается в образы и можно дополнить какими-то интересными аксессуарами просто его обожаю когда-то купила когда от wall stories еще не заставлял нас ради покупки одной вещи продавать почку я тактильный маньяк ничего не могу с собой поделать переходим к аксессуаром и первое о чем должна сказать это мое открытие просто октября ремень от бренда кочанели роскошное качество кожи шикарная фурнитура сравнивала со своим сен лоран и насколько мне хотелось кстати обладать качественным коричневым ремнем смотрела много разных вариантов и вот кочанели на мой взгляд абсолютно оправданно стоит сколько 10 с чем-то тысяч стоит каждый своей копеечки идеально сделана заливка идеальный оттенок такой холодный шоколадный больше даже кофейный наверное в абсолютном восторге от этого ремешка и он сейчас является одним из моих любимых аксессуаров я сен лоран уже очень много лет ношу и я думаю что с этим мы тоже подружимся если она иду для себя какой-нибудь идеальный вариант я хочу ремень с каким-то интересным принтом я смотрела варианты от louis vuitton то я тоже вам конечно же обязательно расскажу очень красивый и прекрасно подходит к таким светлым молочным образом очень красиво смотрится с джинсами прям да я очень рада что я решилась на его покупку я сейчас стала фанатом жемчуга сижу сама в сережках винтажных с жемчужинкой и заказала себе вот такую вот жемчужную нить это кстати вас были состояла по моему рублей 400 и я могу носить ее он просто вот так вот могу носить вот так вот могу носить несколько нитей так могу носить несколько таких нитей сразу а могу надеть например вы знаете как вот так вот то есть просто вот так учились плечо мне тоже нравится как это смотрится а могу носить например как браслет и это тоже будет классно выглядеть в общем считаю что это удачная находка очень жалею что когда-то не берегла мамин украшение потому что у нас была в свое время целая коллекция в детстве мне дали все это играть мне все было разрешено и в итоге она бусом пришла теперь довольствуемся вот таким вот малым и бюджетным хотя вроде бы в лайм тоже сейчас очень классные бусы появились вновь вернулась к украшениям на шее вообще начинают чаще носить их осенью и это такая красивая цепочка который вы очень много спрашиваете это бренд тотем этой цепочки уже года три до три года ей я все еще ее безумно люблю это такая знаете цепь как у моделей из 90-х у меня такая ассоциация возникает смотрится просто необыкновенно очень красивое плетение очень дорого выглядит единственное да немного подстирается имейте это ввиду но тем не менее к большинству моих образов она идеально подходит и я практически не снимала тут какое-то время а свой чокер от бренда это лин вы кстати спрашивали про него здесь такое аккуратное маленькое сердечко сам он из таких бусинок искрящихся черных очень красивый и я хочу заказать у этого бренда себе ремень пояс тоже не хватает мне в моем гардеробе буду показывать вам как его носить сделаю отдельное видео об этом какой-нибудь маленькой коротенький шорт очень красивый чокер он он так женственно смотрится я брала его с собой в москву и в москве он постоянно был на мне мой самый любимый тоут замшевый от иконика обожаемая моя сейчас сумка ни разу не пожалела что я ее купила здесь такой маленький кошелечек там такая подвеска ношу сейчас практически каждый день так идеально вписался вообще во все мои образы возможно я в этом году просто гардероб так составила в такой современной вот этой вот замшево трикотажной эстетики еще и очень много купила себе шоколадных вещей мне настолько прям нравится он очень вместительный очень классный там внутри косметичка просто крутейший хотя сколько я ходила вокруг него и думала надо не надо в итоге взяла и ни капельки не жалею и как иначе я посмотрела в этом сезоне на свою сумку бальман и полюбила ее как будто бы еще сильнее мне так нравится и вот эта грубоватая эстетика эти крупные элементы абсолютно моя сумка абсолютно моя стилистика да это не бэк это не то что сейчас будет носить каждая модница но это классная именно моя сумка комфортная для меня и по размеру и по своей эстетике прекрасно вписывающаяся в мои образы с моим характером я очень рада что я когда-то купила ее несмотря на то что она пережила столько хейта поэтому если вы к чему это если вы думаете о какой-то вещью даже если эта вещь не супер популярная но она ваша берите потому что такие вещи вы будете носить с гораздо большим удовольствием чем те которые навязаны нам окружающими и после своей поездки в москву я с огромной уверенностью могу сказать что моим огромным фаворитом является пальто от studio 29 маскулинное серое которые прекрасно вписывается даже самые женственные образы с макси платьем и прекрасно носится с брюками и джемперами я просто его обожаю в промозглой москве я попала в ужасную погоду это пальто просто меня спасало потому что я в нем себя ощущала как в каком-то надежном уютном коконе я в восторге от качества и от эстетики этого пальто я поняла для себя что формат пальто халата привычный нам всем мы очень много эти пальто носили он настолько для меня как-то уже не горячо любим стал ты устала от этого формата и вот такие маскулинные прямые вариант пальто мне сейчас нравится гораздо больше и тренч от бренда studio 29 фиолетовом цвете языка кожи стеснением под кожу крокодила тоже является моим огромным осенним фаворитом я с теплыми джемперами в том числе ношу его сейчас продолжаю это делать потому что это самая любимая вещь сейчас моем гардеробе я так его обожаю устав от всех историй с бежевыми тренчами именно он сейчас стал моим самым огромным любимцем и я бы хотела себе еще какую-нибудь интересную леопардовый тренч и тогда я наверное буду совсем счастливым человеком присмотритесь обязательно возможно в вашем базовом гардеробе который идеально сложен вот прям образ к образу не хватает какой-то одной такой детали которая сможет разнообразить ваши повседневные образы сможет создавать совершенно разные настроения и этой деталью как раз таки может стать какой-нибудь интересный классный тренч не обязательно этот но возможно и этот вам тоже понравится особенно классно он сочетается с моей любимой юбкой в практически аналогичного оттенки вот близко даже не разберешь что они отличаются и с простым лонгсливом казалось бы такие базовые вещи и такой яркий запоминающийся тренч создают очень классный образ мои дорогие у меня было все на сегодня мне было очень приятно поделиться с вами своими осенними фаворитами ставьте пальчик вверх если вам понравилось это видео оставляйте свои комментарии я буду только рада целую вас обнимаю до встречи в новых роликах с вами была ваша я и пока пока